итак друзья на маленький урок как работать с микрофонами вот сейчас в данный момент перед нами наш рабочее устройство наш диктофон микрофон вот здесь я вижу мы вынули карточку потому что только что мы записывали интервью с пыжиковым и карточки ушли сливать предыдущую запись соответственно идем и берем карточку у олега иначе мы не сможем да марина иди возьми у него карточку скажи дай нам карточку для звука карту памяти да значит соответственно значит какие у нас есть устройство еще у нас есть вот такой микрофон который очень удобный он направленного действия мы его держите снимаем мы его с вами видели в работе на улице вчера когда я набрала интервью при помощи этого микрофона значит маленькую это большие вот карточки на 128 вот такими карточками мы пользуемся на 128 это мы фотоаппарат обычно используем вот наши фотоаппараты мы закладываем сюда карточки карточки эти как раз условно говорят дорогие но друзья на карточках и батарейках аккумуляторах важно не экономить мы экономили покупали дешевый вот сюда аккумулятор и у нас были случаи когда вот мы снимали важную съемку аккумулятор просто причем горел вот этот сигнал что идет за а записи не было и хорошая батарейка сейчас для канонов стоит 5000 один аккумулятор но мы последний раз купили за около 2000 они бывают такие за 200 рублей даже понимаете то есть вот здесь вот нужно понимать что хорошая техника и будет хороших аккумуляторов и понятно если мы снимаем какие-то наши домашние съемки которые не имеют принципиальной вот такого политического значения когда ты носишься и пытаешься поймать хороший шанс и у тебя подводит батарейка это очень большое разочарование или например вот какой недостаток вообще вот у этих микрофонов их проверять можно только через наушники у них нет горящей кнопочки чтобы видеть что он действительно работает вот и тем не менее чем хорош этот микрофон вот эта штучка она от ветра а вот это сам микрофон он направлен вот сюда и мы проверяли вот именно эту модель микрофона и 6 и 7 и 8 и 9 метров он брал то есть я вставала за 9 метров довольно далеко микрофон стоял на фотоаппарате да вот здесь вот сверху он устанавливается за зажимается и вставляется туда где выход микрофона фотоаппарате да вот он вставляется и сейчас уже свой собственный микрофон камеры не работает работает только этот если мы его забыли включить вот сейчас данный момент я его забыла включить да и включила ой видите вот здесь вот режим есть какой-то раз менее рассеянного более направленного тут эти нюансы да вот но мы работаем обычно на вот этом соответственно если мы забыли включить то мы сняли видео и вообще ничего не записали вот это самое устройство да бывает и хорошо когда мы дублируем хоть чем-то или диктофоном или даже стримом или еще чем-то может вообще не выключать да и вот сейчас я покажу вам в течение двух минут как включается этот вот этот наш микрофон так нет не покажу потому что еще нет аккумулятора сейчас перенесу на вставляй карточку показывай так вот здесь мы вставляем батарейки соответственно аккумуляторная значит и у него большая емкость памяти поэтому он включается не быстро вот мы вот таким макаром раз и вот видите то есть я задерживаю ногтем я фактически оттягиваю и задерживаю и вот теперь идет вот видите карта у нас сейчас не отформатирована с нее не все записи сняты и поэтому нам нам спрашивать отформатировать карту мы не можем этого сделать потому что там какие-то записи и карта ее не не родная то есть она первая у нас более мы мы сейчас вставили карту от фотоаппарата на 128 она ее будет долго читать да но видите она сразу говорит я не буду на нее писать там у вас что-то записано а отформатировать это означает что стереть поэтому никогда не уничтожайте поэтому мы делаем это тогда когда мы непосредственно уже все переписали на наши хранители памяти жесткие диски где у нас все хранится всю информацию аппарат готов к работе флешка там форматируется в компьютере вот чтобы обычно тут мы не форматируем и идет в работу значит что важно еще ближе покажу как мы ведем запись вот здесь у нас сейчас показан режим что работает микрофон у нас два микрофона такие бывают и четыре и много и они берут вот в этом направлении когда мы кладем вот у нас сидят сидит человек вот здесь и вот здесь вот мы на него направлен вот так мы берем когда это первый вот на снаружи а именно на тех кто сидит за столовой серединачаны вот направление потока на звук на рот человека а второй у тебя куда? на меня зачем на меня? а вот так до similarities где на них идет разговор. Теперь, значит, здесь мы нажимаем режим записи. Он нам говорит, что нет карты. И начинается тогда, поскольку карты нет, он не включается. Начинается здесь поток. Теперь вот здесь мы включаем режим записи. И пошло время работать. Это идет запись. Соответственно, мы останавливаем запись. И выключаем. Выключай микрофон, чтобы ты почувствовала. Давай. Точно так же, как я включала. Ногтем вот так чуть-чуть раз, чуть-чуть держишь и отпускаешь. Видишь, вот там не за это, а вот торчит. Нет. Вот торчит тоненькая штука. А вот эта? Да. Ее раз. Держишь, отпустила. Все. В общем, вот такая тема. Понятно. Если, когда у нас есть карта, он выключается очень долго. Сейчас он выключился быстро. Потому что он запоминает всю информацию. Ее как бы фиксирует и выключает. То есть машина серьезная. Итак, мы позже покажем еще раз работу с микрофонами. Можно еще раз? Да. Ребята, уже еще раз вместе со студией. Так, маленький урок закончен, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...